Это редкие видеокадры, когда сотрудников СМИ допустили в запасники музея, где хранятся и куда сегодня привезли для выставки шедевры русского изобразительного искусства. В этом году предполагается четыре выставочные площадки. Первая выставка была открыта не так давно в Переславле-Залесском и там были представлены экспонаты Восточного кольца. Это предмет из музеев Дальнего Востока декоративно-прикладного искусства. Здесь же в Бурятии, в Национальном музее, мы представляем выставку под названием Золотое кольцо. Это действительно золотые шедевры из государственных музеев России, из городов так называемого Золотого кольца. 42 картины и 4 иконы, возраст которых по предположению искусствоведов составляет свыше 500 лет, будут представлены горожанам в Государственном музее имени Саренжа Пасампилова в период с 9 октября по 14 ноября. Они собрались с разных музеев, с Золотого кольца, куда входят Ярославль, Кострома и Иваново, разные города. Они собрали из музеев работы и вот решили провести по стране, я так понимаю. Растрескивание грунта и красочного слоя в центральной части сверху от перекладины. А это то, что обычно остается за кадрами съемочных групп телеканалов прием экспонатов целости и сохранности. Каждый предмет, когда он проходит транспортировку, он должен быть осмотрен внимательно, потому что при транспортировке могут быть климатические условия действовать, механические условия. И это все, конечно, повреждает картину. И, конечно, нужно осматривать. Музей имени Сиренжапа Сампилова ждет гостей с 10 до 18 часов по адресу улицы Куйбышева, 29. Отметим, школьники и студенты могут пользоваться пушкинской картой и посетить выставку, не потратив наличных денег. Намсарай, Намсараев, Максим Ахалов. Новости дня.